Время нашего перерыва прозвучали некоторые вопросы, которые подтолкнули меня к объяснениям некоторых процедурных вещей, которые, ну, может быть, не всем понятны сразу. Значит, как происходит сама игра, кто должен вскрывать карты и так далее. Значит, два игрока получили по две карты, сделали какие-то ставки до флопа. Если кто-то повысил, у каждого есть возможность повысить, игра, то есть новые карты не будут открыты до тех пор, пока все игроки либо не выкинут, либо не уравняют. Допустим, все остальные выкинули, уравнял только один. Наступает следующий этап игры, который, как и эти три карты, называется флоп. Все, что было до этого, это префлоп, дофлопа. На флопе опять у всех игроков есть возможность сделать ставки. Этот игрок увеличивает, например. Если этот выбрасывает, игра заканчивается, он никому ничего не должен показывать, он просто забирает, он остался один. Но этот игрок уравнивает, и тогда наступает следующий этап игры, одна карта сжигается, и открывается четвертая карта. Этот игрок говорит чек, опасаясь туза, например. Этот игрок тоже говорит чек. Это они сделали ставки размером ноль, и таким образом уравняли. Начинается новый этап игры, открывается последняя карта. Так называемый ривер. После этого ривера, в новый круг торговли, игрок, например, говорит чек, и этот говорит тоже чек. Тогда оба должны открыть карты, причем начинает открывать следующий игрок по баттону. Он открывает свои карты, и у него две пары. Уалет десятка. Допустим, этот игрок видит, что он проиграл, он не обязан показывать, он может просто выбросить. Ну, как бы признать свое поражение. А может и показать, это его право. Ну, здесь как бы ничего нет. Теперь, например, этот игрок дал 200, а этот игрок оставил 400. Если этот выкидывает, этот забирает банк, и никому ничего не обязан показывать. Ну, он, например, может уравнять эту ставку, и тогда этот должен теперь показывать. Первым показывает тот игрок, кто сделал самую большую ставку в последнем круге торговли. Ну, такое правило. Этот показывает, ну, вот у меня там блеф, нету ничего. Тогда этот показывает, у меня две пары, два валета и две десятки. И поэтому банк отдает ему. Окей, я думаю, я понимаю. А если, например, этот уравнял, а тот, ну, ему же нечего особо показывать. Он понимает, что человек не может уравнять его без какого-то пары, и он бросает. Тогда этот опять может ничего не показывать, он остался один, ему просто отдают банк. В турнирах, которые мы смотрим по телевизору, есть правило, что если два игрока пошли ол-ин, то они должны открыть свои карты сразу же. И тогда уже следующий... Вот, например, все то же самое, вот как у нас было бы в турнире. Такая же с позиции. Раздали по две карты, где у меня подрезка. Раздали по две карты. Этот игрок говорит ол-ин, например. Этот говорит кол. Тогда им судья турнира говорит, пожалуйста, открывайте карты. Этот открывает там шесть четыре. Этот открывает там, да, надеюсь. И только после этого уже на открытых картах открывается сначала флоп. Сразу мы смотрим, у кого какие возможности. У этого старшая пара, десятки. Ага. Ну, у этого все мосты одинаковые. Так что это значит, что оно... Ну, во-первых, он может купить стрит, если придет пятерочка. Ага. Пятерка придет, будет стрит. Ну, и еще ему поможет, если придет черва и черва. И если либо придет шестерка и четверка. Будет, чтобы было две пары. А если все они один цвет, это тоже чего-то, да? Если будут... Это флеш, конечно. Пять карт, одна мастер. Но вот уже сейчас флеш не может прийти. Нужно три черва, чтобы был бы флеш. А у этого две пары. И теперь вот этому помогает только пятерка. И тогда мы открываем последнюю карту. Пятерка не пришла. Не пришла. Дилер закрывает проигравшую руку. И отдает банк вот этому игроку. И только после этого собирает. Ну, на тот случай, если бы он просто начал все сразу собирать, игрок бы не понял, кому отдают, кто выиграл. А так его руку закрыли. Может быть, он скажет, нет, подождите, я же выиграю. У меня стрит. Нет, где какой стрит? Стрита нет, но вам нужна была бы пятерочка. Вот если бы пришла бы пятерка, вот так вот вместо туза, то тогда был бы стрит. Для новеньких игроков обычно показывают, ну, можно сказать, а как стрит получился? А вот так вот получился стрит. Вот так вот. Да? Понятно? А может быть, ну, вот стрит, да? А у кого-то на другой руке, как это, стрит старше? Стрит старше. Но старше этого сейчас не могло быть никакого стрита. Могла быть какая ситуация? Например, вот лежит какая-нибудь такая карта, 2-3-5. На столе, например. И у этого игрока 6-4. А у этого игрока, например, есть четверка и есть туз. А здесь там, ну, какие-нибудь две дамы, например, еще. Вот такой вот у нас стол. Последняя карта. Какая? Открывается карта. У этого стрит. Вот такой вот. Туз 2-3-4-5. А у этого стрит больше. 2-3-4-5-6. То есть у этого стрит от пятерки, а у этого стрит от шестерки. Стрит от шестерки старше, чем стрит от пятерки. Поэтому отдается более старше. А если бы, например, у этого человека был бы, например, туз-бубновый, то у него тогда был бы не просто стрит, а у него был бы стрит-флеш. Стрит-флеш одинаковая масть. Он даже старше каре. И тогда выиграл бы стрит-флеш. Это мечта. Это мечта. Правда, что получается, что туз может быть и самой младшей картой? Да, конечно, туз может быть в стрите как самой старшей, так и самой младшей карте. Так что же, как же мы себя ведем против тайтовых игроков, лузовых игроков, пассивных и агрессивных? Мы делаем по ходу игры, как бы, заметочки. Достаточно полчаса постоять возле стола, чтобы понять, кто тайтовый игрок, кто лузовый, кто пассивный, кто агрессивный. И против... То есть для нас это как минимум, в первую очередь, дает информацию, какая же у него может быть карта. У этого человека. То есть если он... Ну, представьте, я в пустое стоял, там они раздали 10-15 раздач, и человек все время заходил, ни одного банка не пропустил. Для меня это говорит о том, что он играет независимо от того, какая ему пришла карта. Не может же у него 10 раз подряд быть в то время два туза, туз король. То есть это лузовая игра? Бывает, но очень где-то. Скорее нет. Если вдруг есть, понятно, что в следующей раздаче может прийти как раз два туза, и проиграть. Но среднестатистические выкладки про него мне понятны уже. И точно так же, если я вижу, что человек сидел, 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 ни разу не вошел, 10 раздач, и вдруг пошел там. Ну, понятно, что у него какая-то хорошая карта. Если я наблюдаю значительное время, например, мы с вами играем, там, ну, не знаю, 2-3 часа, и какой-то человек заходит примерно один раз за 10 раздач. Вот всего раздали 50 раздач за 2 часа, а он заходил только 5 раз. Что это? Какой я могу сделать вывод? Да очень просто. Весь диапазон рук, то, что мы проходили на прошлом занятии, от двух тузов до самой слабенькой 7-2, а их всего 169 таких комбинаций, 13 на 13. Ну, 13 карт в каждой масте, и 13 возможных вторых карт. Всего 13 на 13, 169 комбинаций. Если человек заходит в 10% случаев, для меня это почти однозначно, что он играет диапазон из верхних 16 рук. А верхних 16 рук помещаются 2 тузов, 2 короля, 2 дамы, 2 валета, 2 десятки, 2 девятки, тут король, тут дамы, тут валет, тут здесь. Все, вот я не могу уже, у него руки какой-нибудь 5-6, не может быть, по моим представлениям. Не может быть двух двоек. То есть, когда он заходил добровольно, я уже знаю, что он заходит только на диапазоне из верхних там. Вот, в интернете кто играет, там есть в огромную помощь всякие программы типа покер-трекера, которые сами ведут эту статистику на игроков. Вот, то есть, я играю там, ну не знаю, может быть, месяц, два, три. Игроки часто попадали за стол одни и те же. Вот, и у меня на каждого из них собрана некоторая статистика. То есть, я уже могу смотреть, этот тает, этот луз, у этого 10% входа, у этого бывает такое, что, например, он заходит, ну скажем там, в 20% рук, а рейс дает только 2% рук. Ну, то есть, он любит заходить колом. И вдруг он заходит рейсом, для меня это означает, что у него, если он только 2% рук заходит колом, то у него или 20, или 2 короля. А они и знают, с кем они играют? Ну, как правило, люди же в интернете пишут какой-то ник и все. А, вообще не знают. То есть, вы, например, можете там придумать себе ник, там, булочка, или там, не знаю, розочка. Ну, статистика-то показывает суть. Ник – это форма. Ник – это форма, да. Но, на самом деле, человек, когда придумывает себе ник для игры в интернете, он уже определенный какой-то образ посылает, то есть, какой-то сигнал своим оппонентам. Ну, там, я не знаю, там, кто-то называет себя медведь, там, или какой-нибудь, там, сумасшедший, там. Свой тип, как игрока. Да. То есть, них, как правило, отражает? Да, да. Или, наоборот, скрывает? Ну, это зависит тоже от фантазии, как бы, того, кто придумывает себе вот этот псевдоним. Большое значение имеет число игроков. Ну, то есть, понятно, если я играю один на один, то какая-то моя рука, там, например, там, не знаю, две двойки, она, может быть, и неплохо смотрится, потому что даже если там какая-нибудь крупная карта, там, туз-король, компьютер показывает, что у меня против туз-король 50-50. Даже, может быть, две двойки чуть лучше. Давайте просто сразу калькулятор. У нас есть такой покерный калькулятор, мы, покер-студио. Я могу поставить вот сюда, например, поставлю туз-король. Вот так вот, туз-король. И даже вижу, что у нас тут две двойки имеют 53%, а туз-король имеет 47%. То есть, у двух двойок лучше, чаще они выигрывают. Ну, тузу и королю надо обязательно поймать или туза, или короля. Ну, или какие-нибудь там волшебные комбинации, там, две пары, две дамы, два валета, например. И тогда две двойки уже пропали, умерли, потому что две пары старше, две дамы, два валета и туз. И туз, окей. Вот. А если сидит, например, 10 человек за столом играет, и у каждого там, у кого-то туз-король, у кого-то валет дама, у кого-то 10-9, у кого-то там две четверки, у двух двойок будет, ну, совсем маленький шанс, потому что, ну, они всем проигрывают и выиграют только, если придет двойка. И то при условии, что не придет четверка, когда у человека две четверки и так далее. Вот, поэтому, чем больше игроков за столом, тем у нас, ну, более требовательный отбор к своей руке. Потому что, например, там вдвоем, втроем туз-10 какая-нибудь, очень хорошая рука. А если, например, там у нас 10 человек, то туз-10 не очень хорошая рука. Потому что, если у кого-то есть туз старше, а туз валет, то мы уже в беде с этими, со своими туз-10. И именно поэтому такие правильные базовые стратегии этой игры, они говорят, что в первой позиции, если в десятером играешь, то 10 лучше выкинуть. А в последней позиции можно отдавать рейс. Потому что уже туз-король, туз-дама, ну, никак себя не проявили, не поставили большую ставку. Более того, я вам скажу, что, например, такая хорошая карта, как два короля, если мы играем в десятером, примерно один раз в 24 раздача, когда у вас будет два короля, вы попадете в два туза. Ну, просто по вероятности. Ну, просто, например, если у вас два короля... Сейчас я их достану. Два короля. Если, например, кидать просто случайные карты на одну руку, то два туза там придут с вероятностью 1-220. Да? А если, например, брать и две случайные карты бросать на каких-нибудь там 10 рук, ну, вот тут вот поменяй их местами, и они уже пришли. То есть, чем больше таких попыток нас перебить, тем больше шансов на то, что это случится. Поэтому очень важный параметр – это количество игроков за столом. Ну, и совокупный набор этих параметров можно назвать там характеристикой стола. Ну, то есть, ну, как бы доминирующее поведение за столом. То есть, характеристики всех игроков, как бы в сумме. Ну, там, например, сидит стол маньяков. Ну, то есть, они все ходят там. Или, например, такой стол, где преимущественно сидят там такие тайтовые игроки, которых можно назвать скала. Ну, скажут, просто не стол, а какая-то скальная гряда. То есть, ну, одни скалы такие. Лайн оф рокс такой. Вот. Поэтому за каждым из этих столов мы будем по-разному себя вести. То есть, нам очень важно, что делают другие игроки для того, чтобы выбрать для них линию поведения. Ну, в общем виде, там, скажу, что если, например, люди играют очень тайтово, ну, скалы, то я буду стараться все время украсть блайнды. Что я знаю, что скала на случайной карте не пойдет защищать свои блайнды. И, то есть, я буду все время играть в рейс и все время забирать вот эти блайнды. А если уже скала там пошла кол, то я буду знать, что там очень хорошая карта. Вот. И я, скорее всего, выкину, если не придет мне что-нибудь очень хорошее на столе. Да? Безумно глупый вопрос. Я знаю, вы повторили это уже, но у меня информация в башке. Я просто стараюсь удержать. Call, да, это когда у меня сильно хорошие карты. Call, это когда вы уравниваете ставку оппонента. Уравниваю. То есть, у нас бывают ставки. Так что, пример, вот поставили ставку, да, скажем, 200 долларов. 300. 300, 400. У меня 400 долларов тут, да? Окей. И я думаю, я хочу выравнивать, так что я стану 800, правильно? Нет. Нет? Нет. Окей. Cool. 400. У нас, я буду учить вас английском языком. Нет, просто. То есть, есть, просто, вот Вика сделала ставку 400, это бед. Просто ставка. Просто ставка. Бед, да. Окей. Я могу поставить, если я сделаю тоже 400, это будет call. Call. Если я сделаю 800, это будет raise. Raise. All right. А если вы после моих 400 поставите 1600, это будет raise. Re raise. Re raise. Да. Окей. Как задний raise, да? Re raise. Как переподъем. Oh, re raise. Okay. Re raise. Gotcha. All right. То есть, если вы поставите вот так вот, это уже будет re raise. Re raise. Ну, это значит, что у меня просто офигенные карты, да? Ну, либо блеф. Или дочка ваша блефович, да? Офигенные. Поняла. Ну, просто терминология call, это уравнять. Окей. Уравнять. Столько же поставить, вот стоп, пожалуйста. Столько. Окей. А потом другое слово было. Вы сказали call, и потом как? Raise. Raise. Ну, еще одно было на о. А было bet. Bet. А на о не было? Bet это первая ставка. А я думала о. Call. 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 Как звать? Как звать по-английски? Как звать? Call. Окей. Call. Я поняла. Спасибо. Call. Уравнять. Уравнять. Call. Raise. Поднять. Re raise. Переподнять. Переподнять. Да. Yeah. All in это все, да? All in это. А, all in это. All in. Это уже пошли, поехали, да? Да. Но если мы вдвоем и all in, то мы вскрываем свои руки. Это только на турнире. Для каждого этого правила не действовать. Я предлагаю нам это занятие завершить. А на следующем уроке мы рассмотрим такую важную тему, как шансы банка. То есть отношение нашего банка к величине ставки. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok